И сегодня же Сергей Лавров обсудил турецкую военную операцию в Сирии с президентом Ирака. В ходе телефонного разговора стороны подтвердили, и Москва, и Багдад готовы сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию и наладить диалог между Дамаском и Анкарой. А еще до этой беседы Сергей Лавров дал понять, что отношения Сирии и Турции были подорваны из-за действий США. Американцы пытались разыграть курдскую карту и свели на нет попытки решить конфликт миром. В эти минуты турецкая армия продолжает наступление вглубь сирийской территории. О том, как далеко она готова зайти, наш военный корреспондент на Ближнем Востоке Евгений Поддубный. Уж более суток продолжается турецкая военная операция в Сирии. И пока без сюрпризов. Военные наносят огневое поражение по объектам курдских вооруженных формирований. Мирные жители бегут из зоны боевых действий. Курды говорят о том, что будут яростно обороняться. Но это скорее такое заклинание для внутреннего пользования. Эффективно противостоять турецким вооруженным силам, которых поддерживают отряды боевиков в сирийской оппозиции, курды вряд ли смогут. И лидеры курдских формирований сами это фактически признают. Призывы заставить Анкару сесть за стол переговоров звучат громче речей политработников. Вместо того, чтобы бросать нас и позволять Турции нас атаковать, мы призываем президента Трампа сыграть свою роль и найти политическое решение этого конфликта. Эрдоганы, конечно, будут призывать к тому, чтобы прекратить операцию. Но если турецкий президент уж начал, то вряд ли остановится. На призывы Европы прекратить нести мир на севере Сирии, турецкий президент ответил стандартной угрозой – открыть окно в Европу. Эй, Европейский Союз, возьми себя в руки. Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое. Мы откроем пограничные переходы и выпустим почти 4 миллиона беженцев к вам. Впрочем, лидеры курдов в этом контексте мало чем отличаются от президента Турции. Эрдоган пугает европейцев беженцами, среди которых также много радикалов. Курды говорят о том, что в результате действия Анкары могут сбежать пленные террористы ИГИЛ. Сейчас в регионе острый гуманитарный кризис. Одна из тюрем, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные курдскими бойцами, подверглась удару турецких ВВС. И я полагаю, что несколько террористов сбежали. Представители Союза демократических сил, это бывшее проамериканское вооруженное формирование курдов, уже сообщили о том, что из лагеря Аль-Холь бежали особо опасные террористы ИГИЛ. После того, как по лагерю ВВС Турции нанесли удар. Правда это или нет, проверить сложно. Сейчас в рамках информационной войны стороны будут использовать любые пропагандистские ходы для того, чтобы выиграть хоть что-то в политической плоскости. При этом появились уже первые жертвы среди мирных жителей. По данным оборонного ведомства Турции, за сутки военные поразили более 180 объектов курдских формирований. Конечно, в Анкаре уверяют, что бьют исключительно по военным целям. Курдские силы заявляют, что под обстрелом и районы, где находятся мирные жители, например, в Камышле. Без жертв сформировать зону безопасности у Турции не выйдет. Впрочем, и здесь курды мало чем отличаются от своих лучших врагов. Они заявляют, что защищают свою землю. Но земля эта сирийская. Дамаск неоднократно предупреждал лидеров курдских формирований о том, что американские деньги и оружие – это не гарантия. Тогда курды решили, что гарантия. Ошиблись. Евгений Поддубный, Североафриканское и Ближневосточное бюро вестей Каир.